Этим колесом посидеть в ровушь Альбера. Итак, предпоследняя гора Ладуайон. Это Лавоши Фуссон. Это полтора километра со средним градиентом 9,9%. И с максимальным в районе 15. И естественно здесь уже все идет в ускорение. Ти-Джей Фангардерен, который проработал в общей сложности за последние 50 километров. Наверное километров 20, не меньше. На первой позиции в основной группе проваливается назад. Он свое дело сделал. Остается Сан-Ламброджо. Более миниатюрный. И в полном порядке Филипп Жильбер. Прошлогодний победитель доказывает, что он сумел добавить свою форму как раз под гранд-финал весеннего сезона классических однодневных гонок. Ну а тем временем вы видите пока, что некому оказывать помощь Бэклансу. Потому что Фрэнк Шлэк вот он. И потому что он провисает на предпоследней горе. Это уже окончательный бесповоротный отвал. К сожалению, старший Шлэк сегодня в распределении призов не участвует. Прошлогодний серебряный призер этих состязаний в большей степени хуже себя прошлогоднего, чем Жильбер хуже прошлогоднего себя. Остается один только Кириенко. Обратите внимание на мягкое педалирование, опять-таки, демонстрируемое белорусским гонщиком. Но тут все поехали по одному. Рулан. По-моему, все-таки Рулан отстрелил от Кириенко. Будучи горняком, надо сказать, достаточно нетипичным горняком высокого роста. Но видно, видно, что мощности немного не хватает и что ноги вымерзли. Фрэнка нет в основной группе. Предполагаем, что Анди нет там тем более. Хотя он и экс-чемпион этих состязаний. Но прошлые заслуги в счет сегодня не шли. Выходит Лос Куало или Тегрун, как называют его испанцы. В особенности часто после того, как он выиграл их домашнюю вуэльту, взял красную майку. Фрэнченцо Нибали догребает постепенно француза. И насколько же он хорош уже на сегодня. Но кто, кто все-таки будет гранд-капитаном Ликвигас? Он или Иван Бассо? По-прежнему вопрос открыт. Хотя у нас уже вовсю пошел разгон, как говорят телевизионщики этой гонки. Итак, Фан Эндер. Жильбер Нибали. И кто из Астаны? Там перебирается Кизе. Да, судя по всему, Роберт Кизерловский. Накатывает Ролана. Он может помечтать о том, чтобы подольше подержаться у них на колесе. Но, надо сказать, зацепился. Зацепился до первого протяга. Фонтенберг, по-моему, это только Ани Фан Эндер. Но кто же из нашей команды сумел перепрыгнуть? Там два человека есть, но они на просветах оказались. Просто потому, что достаточно надежного колеса непосредственной близости не было. Еще две-три сотни метров до макушки. Нибали продолжает разваливать. От призового достаточно сенсационного места на Милан-Сан-Ремо к подиуму здесь. Насколько логичный путь. Абсолютно разноплановые классики. Но одно явно, что досканский сицилиец хорошо себя чувствует на супермарафонских дистанциях на сегодняшний день. Что ему ехать 260, 280, почти 300, как на Милан-Сан-Ремо. Вот тут как раз проявляется его устойчивость к этим совершенно невероятным по хронометражу нагрузкам. Ну а дальше, дальше его стихия. Лос-Куалу один из лучших мастеров скоростного спуска в мире. И сейчас будет рисковать по максимуму. Хоть здесь по его стандартам и не настолько сложный технический спуск. Разгоняет операторский мотоцикл. Другие сопровождающие двуколесные машины. Ну и надо сказать, что немножко там тесновато. Ниболи не очень удобно здесь работать. Но с другой стороны, кто-то скажет, он отсиживается все-таки немного на колесе. В то время как Ниболи камнем несется вниз под эту горку. Жильбер оглядывается и все-таки предпочитает организовать какую-то работу с кем-то. Вы видите, он ищет. Во-первых, оценивает, что произошло после этих всех действий. Во-вторых, ищет все-таки, кто бы мог ему помочь в этом поединке. И вот если бы финиш был под горой, то мы бы не были уже вполне спокойно могли бы считать победителем заранее. Экс-чемпион мира в разделке среди молодежи. Обладает и, кроме того, всего прочего, очень хорошим индивидуальным ходом. Хотя, согласитесь, все-таки не ортодоксальная атака. Не в той точке, в которой мы привыкли это видеть на Льеш-Бастон-Льеш. Не откладывает он до Кот-де-Сан-Никола. При том, что там на максимальном градиенте в районе 20% выстрелить можно очень даже. Как вам понравилось, как скатился. Все же еще по-прежнему выживший француз. Страшный оскал у Рулана. Но эффективность действий такое ощущение, что совсем не падает. Одинокие Нибали. Супер-многодневщик. В первую очередь именно это. Ну а здесь распалась на куски группа. И Дани Морено постепенно старается подгрести. Кунего приехал. Кунего и Глинский старшие, единственные в этой гонке. Собирают, собирают неплохую группку. Другое дело, что там даже полтора десятка секунд иной раз. Если гонщик действительно настолько хорошо себя чувствует, как судя по всему чувствует себя Винченцо Нибали. В этом случае и даже такого разрыва может хватить для того, чтобы выстроить потом серьезный перевес на этом. Очень интересная подобралась компания. Ну и у Станы обратите внимание, насколько серьезные пространства для маневра. Киза идет с Фокклером. Томас высидел. Видите, насколько небольшую передачку сейчас выкручивает для того, чтобы активно взаимодействовать, для того, чтобы реагировать на все атаки. Приезжает Иглинский. Кизерловский с Иглинским. Начали работать. Ну и плюс, кто там Гессинг, кто там из Робобанка все-таки сумел ввязаться в эту баталию. Судя по бестелости и бестелесости именно он. Морено перебирается вместе с этой компанией. Держаться нужно намертво, во что бы то ни стало. Дани Морено нормально себя чувствует. Приехал Родригес. Гаспарота приехал с Родригесом. Сразу пошли поближе. Фонденбрук, Жильбер поехал дальше. Продолжил Гаспарота. Обратите внимание. Еще целых 16 километров. Санчес пока провисает. Он держится, но пока что-то не очень внушительно выглядит, честно говоря. Итак, Гаспарота применяет совершенно другую тактику, нежели на победной воскресной, в прошлое воскресенье гонке Амстелл Голд. Для Гаспарота эта гонка никогда не была настолько родной, как голландская. У Нибали пока хорошее, заметное индивидуальное преимущество, но я думаю, что все-таки к нему сейчас подтянутся. Нашел колесо Гаспарота Дани. Поехали вдвоем. Нет, не вдвоем. Уже все остальные тоже подтягиваются. Фокер сначала, Иглинский потом. И Родригес, который поначалу казалось, что был в некоем нокдауне. Не любит Родригес ехать в холод. Это всем прекрасно известно. Каталонис обладает определенным все-таки теплолюбием. И продолжает работать как идеальный раздельщик. На солидной передаче, вращая края Винченцо Нибали. Обладатель, кто-то скажет, всего-то 21 победы. Но он не спринтер. Он неплохой спринтер в гору. И каждая победа таких не спринтеров, опять же, это только победы. Мы говорим о призовые места на разнообразных многодневных гонках. Просто-напросто в этот список, как правило, не включаются. Долгожданный супер-успех в 2010 году на Вуэльте сделал его подтверденным супермногодневщиком. Поскольку, ну вы помните, сколько раз рассуждали на ту тему, что из него получится чемпион Тур-де-Франс. В какое-то весьма обозримое будущее. Ну, по крайней мере, Джирдо Италия. Он должен выиграть. Он выиграл только на Джирдо Италия. И, в частности, Невигальскую гонку с раздельным стартом. Очень непростую по рельефу. Он отличный разделщик. Но все-таки, когда выходят все сильнейшие, взрослые причем разделщики, то и вот те молодежные достижения немножко меркнут. Одиннадцатую звезду крутит сейчас. Пятьдесят три на одиннадцать. И какая частота педалирования при этом у Винченцо. Они были двадцать две секунды. Преимущество над ближайшими преследователями. Одинокий Фонденброг. Тоже умеет так работать. В принципе, тоже характер такой... Работа его нисколько не страшит. Так, два закадычных друга. Дани Морено и Хоаким Родригес по-прежнему в группе преследователей. Всего на шестнадцати секундах. А куда Жильберт оделся? Где это он успел поймать эти шесть секунд? Только что у него был полный порядок самочувствием. Но двести шестьдесят километров. Не забывайте об этом тоже. Работает как машина. Воспитанник тосканского велоспорта. Воспитанник приемной семьи фактически. А его... Довольно своеобразный. И нетипичный, в принципе, для итальянца судьбе. Мы много раз рассказывали, когда он хорошо ехал в Джерде Италия на результат. Опять выгреб Санчес. Ну а Санчес такой человек, что привозить его даже в таком вроде бы полуразобанном состоянии, наверное, не стоит. Потому что вот в те последние две горки он может совершенно другую скорость развить. Но сейчас будет экзамен на Сан-Никуля. И вот на Ко-де-Сан-Никуля, макушка которого за пятьдесятых километров от финишной черты, вот там уже будет абсолютно все ясно. То чуть посуше, то дождь. Из-за этого вы видите, как запотела камера. И вот из-за этого запотевшего края кадра в очередной раз выплывает Макс Иглинский. И второй раз подряд на этой неделе Максим среди сильнейших бойцов на уровне Кизерловского и Гаспаротто. Выглядит он в этой гонке и не поймешь, честно говоря, кто из трех способен занять более высокое место. Тем временем, король скоростного спуска, по крайней мере, из ненедействующих после того, как пересел в седло телевизионного мотоцикла Паула Савольдели. Финченцо Нибали держит сейчас такую скорость, что едва хватает максимально тяжелой передачи. И обратите внимание на конфигурацию его поворотов. Ни единого сантиметра даже лишнего не проезжает он. Четверть минуты у него в запасе. Атака более чем за 15 километров до финиша. Льеш-Бастон-Льеш вроде бы атака, которая обречена. Вроде бы на Кондель Сан-Никола с таким гостеприимным названием гора, которая на самом деле отнюдь не дарит никому рождественские подарки от Санта-Клауса. Обратите внимание на хват, под руль берет периодически для того, чтобы убрать локти пониже. Жильбер опять вернулся. Не знаю, опять же, что такое были те 6-7 секунд, но вряд ли это был кризис физического плана. Прошлогодний чемпион пытается сыграть Вэдди Меркса. Экс-чемпион Франции с ним рядом. Переглянулись так достаточно красноречиво. Молча переглянулись и все поняли друг про друга. Два шанса у Катюши, три шанса у Астаны. Единственный шанс у BMC. Все остальные гонщики работали на износ для того, чтобы обеспечить позицию для Филиппа Жильбера. Но посмотрите, сколько выиграл. 10 секунд Винченцо Ниббель выиграл на этом спуске. Вот такие повороты просто... Ну, кто, Санчес в хорошей форме может так проходить. Но Самуэль Санчес после сегодняшней поломки абсолютно идентичный той, которая была у него на Апстелл Голдрейсе, которая выбила его тогда из колеи. Такое ощущение, будто не велосипед сломался, а он сам надломился. Хотя его машину сняли, его велосипед абсолютно идентичный. Вполне полноценный. Можно с ним на нем бороться и дальше. Но как-то вот после этого, может быть, опять же засел в засаде. Потому что так он в колесах сидит достаточно спокойно. Но с другой стороны так можно ни были и не догнать. Да, мы помним, как на Сан-Никуля теряли где-то по 20 секунд. Но это если гонщики ехали в очень долгом отрыве. И просто ноги были очень тяжелые к тому моменту. А вот и интересно. Обратите внимание. С Карпони, который практически завалил свой любимый Джиро Дель Трентино. Пока он выглядит посолиднее, чем Кунэго. А вот и Санчес. И видно, почему он до сих пор не догнал Нибали. Тут просидеть бы в этой группе хотя бы. По крутке даже, по педалированию. Видно, насколько по-разному чувствуют себя Нибали и все остальные. Винченцо Нибали, который и сейчас еще с большим скрипом становится постепенно звездой итальянского велоспорта. Так звездости в нем не было никогда. Ни малейшей. Более того, была сожатость, скованность, неумение брать на себя лидерство в команде. Иногда и не в очень хороших взаимоотношениях он был со всеми остальными. Прямо скажем, небольшой любимец девушек изначально, по крайней мере. У которого, как вы помните, рассыпалась свадьба практически уже назначенная. И Глинский и Родригес вдвоем пытаются к нему подтягиваться. Ничего из этого пока не получается. 39 секунд. Вот такие вот подъезды по 2, по 3, по 4 человека. Насколько, согласитесь, это непривычно. На Сан-Никуля распались, чтобы уже потом там в пятером, втроем, такими группами доезжать. Это-то понятно, но насколько раньше все произошло, по жесткой воле Ниболи. Очень хорош. Совершенно неутомимое педалирование. Вы посмотрите, как раскручивает, как будто едет разделку, стартовавшую километров 5 назад. Никогда не говорите никогда. Сейчас на Сан-Никуля он может очень серьезно упереться. Ему может дать по ногам. Все готовились все-таки к спринту горному в Сан-Никуля и потом к добавочному уже на Коль-де-Лан. Но пока к этому не сводится. По секундочке, по секундочке так и продолжает капать преимущество. Против Макса никто не работает. Гаспарота и Кизы за ним не едут, естественно. Вот попал бы на пьедестал подсчета следом за Сашей. Пока не очень видно, что готовы кто-то бороться за первое место, кроме итальянца. Да не Мартина живает! Рассудительный ирландец про свою предыдущую орденскую кампанию сказал, что... Ну, то же, что и все остальные, кто сейчас в группе фаворитов. Что постепенно форма все прибывает и прибывает, и что он чувствует ритм гонки все лучше и лучше. И очень надеется на то, что все не сведется к спринту. Что можно будет все выяснить заранее. Но пока вы видите, это выяснение происходит не в его пользу. Обратите внимание на еще более вытянувшуюся посадку в этом году. Ну, максимальный вообще по длине вынос у Винченцо Нибали. А Родригес с Иглинским... Для Иглинского, допустим, это более привычная работа для Родригеса. Вот такие вот смены сейчас раздавать на этом практически отсутствующем рельефе. Родригес всегда мечтал, с детства еще мечтал выигрывать орденские классики. И для испанца достаточно нетипичная мечта. Но, во-первых, он испанец, не вполне обычный все-таки каталонец. Они немножко как бы особняком ощущают себя в промежуточной позиции между испанцами и французами. Но вот он обожал, обожал эти гонки. Говорит, что вся семья собиралась, смотрела у телевизора. И он, как говорится, медитировал на то, что когда-то придет победа. Пришлось дождаться 30 с хвостиком, когда наконец-то победа действительно пришла в руки. И теперь он безумно счастлив. И после того счастья в середине этой недели, конечно, очень трудно снова выйти на такие обороты. Плюс все-таки длина дистанции сегодня еще большая. Плюс сегодня холодно. Это не в пользу Родригеса. Но пока Жильбер, может быть, ругает себя за поспешные выводы, когда он сказал, что итальянцы и испанцы, скорее всего, вымерзнут в такую погоду. Но вот они. Плюс казахстанец Иглинский. Немножко сейчас, но с другой стороны, вы видите, вроде бы как такое ощущение, что не особенно прикладывался Макс. Но дело в том, что едет-то эффективно. Такое ощущение вроде бы было, что не хватает мощности приложения усилий. Мартин катает француза Улан. Каким образом сумел, покатавшись в отрыве, как вы помните, с Василием Терриенкой, уже находящейся впереди более 50 километров, как сумел опять зацепиться. А вот она и гора. Вот он и кодный Сан-Николя. Пока еще не на самом крутом своем участке. Посмотрите, как пошли в контратаку все. Все здесь есть. Но Жильбер пока в самом хвосте. Совершенно не похоже на то, что демонстрирует нам Филипп Жильбер, когда он в полном порядке. Все же, согласитесь. Это гонщик непрерывно атакующий. Иглинский, сидя, уезжает от Пуррито. У Пуррито проблемы с тем, чтобы преодолеть эту стену. Прихватило ноги, судя по всему. И это момент истины, к сожалению, не со знаком плюс для Родригеса. То время, как Макс чувствует себя пока просто очень хорошо. Идеально продолжает себя чувствовать Винченцо Нибали. 46 секунд на середине Солхо де Сан-Николя. Это то, чего мы не видели уже тысячу лет. Чувствовал, чувствовал, что Филипп Жильбер не совсем тот итальянец. И предчувствие его не обманули. 12 раз побеждали итальянцы. И 4 из этих побед у Морено Аргентина последние в 1991 году. 59 раз выигрывали бельгийцы. Казалось бы, все ясно. Казахстан побеждал здесь дважды усилиями Винокурова. Ой, как поехал-то! Ну все! Вы знаете, я даже в самом страшном сне не могу представить, что сейчас проиграет Винченцо Нибали. Только в том случае, если его велосипед развалится на мелкие карбоновые щепки. Ну и вы смотрите, что творится в техничке. Альберто Волпи срывает окончательно голос. Родригеса подбирают ближайшие преследователи. Олан продолжает бороться за призовое место при своей слишком открытой с одной стороны тактике. Но ведь способен. Так Родригес находит в них попутчиков себе и продолжает бороться за призовые места. Родригес даже вот такой усталый. Все-таки, может быть, встряхнет ногу и сумеет поворотиться за призовое место. 46 секунд в одиночку выдрать вот так. Это, конечно, что-то удивительное. Максу желаем тоже удержаться. Он сегодня достоин призового места. У него сегодня лучшая индивидуальная атака, но я не знаю, за несколько лет, пожалуй. Хотя его рисунок действия, вы прекрасно помните, что Максим, в принципе, действует так же, как и его товарищ по команде и учитель его Александр Винокуров. Самое смешное, что у Макса и у брата Валентина по-разному в документах велосипедных, в Пальмаресах разнообразных пишется фамилия. 46 секунд между Максимом и Глинским. И Винченцо Нибали. Вот два дуэлянта, вот тот знаменитый слип сплитскрины. Согласитесь, что вот такой расклад. Ну, Нибали считали претендентом на какое-то призовое место. Максима в числе фаворитов не называли, потому что очень много капитанов у Астаны, потому что в полном порядке Гаспарота. И думали, что он пойдет в отвлекающие маневры, этим ограничится. Но 30-летний со-капитан Астаны в полном порядке. С 2010 года не знал побед, вкуса побед, только общекомандные. Подобного рода радости, когда выиграл эройку Монте-Паски. Страдо Бианке на сегодняшний день гонка. Как раз тот самый момент, когда она стала серьезной международной. И за счет этого, естественно, как классик себя тоже вписал в историю велосипедного спорта. Одна из самых больших побед у него. Выигрывал на туре Романди. В 2008 году брал этапы критериума Дуфинеля Берре. Был чемпионом страны. Разносторонний очень гонщик. Самое главное, обладающий смелостью и индивидуальным ходом. И вот сейчас эта инициатива вполне вероятно может принести ему второе место. Вот только бы на последнем вот этом тягуне имени пригорода Льежа Онг. Вот только бы тот пригорок его не остановил. Но не должен. Не должен хорошо упираться. На максимально большой передаче сейчас работаете. Вы видите, посчитаете просто частоту педалирования. Все в порядке у Максима. Вот придется немножечко попрыгать на брусчатке. Но с этим разберется тоже. Венчанца не любит. Что? Неужели только 7 секунд? Не опечатка ли какая-то? Ведь только что писали 40 с чем-то. Неужели до такой степени встал Нимали? Я думаю, что какая-то ошибка все-таки. Это, конечно, было бы фантастической ситуацией для Астаны. Но я думаю, что здесь неточность какая-то. Где он сумел потерять столько. При том, что темп он очень здорово держит. Да, вот он в пределах видимости. Большая передача сейчас у Максима Иглинского, чем у Нибали. У Нибали все-таки очень много сил забрал последний подъем. Напишите же, сколько дофинишной черты. Вот здесь-то, по крайней мере, как у итальянцев нет проблемы. Смотрите, на какой высокой скорости прошел этот поворот. Не хуже, а лучше, наверное, чем Нибали. Нибали застревает на Кот-де-Лон. Он очень хорошо финиширует, нужно сказать, в гору. Но осталось ли что-то от того гениального финиша у итальянца? Практически разделка в этот тягун получается. Меньше сотни метров между конкурентами за первое место. Где все остальные вагнави с Жильбером? Пока не знаем. И это сейчас не самое главное, наверное, потому что вот она борьба за победу. Какую передачу еще поставил сейчас Иглинский в этот тягун. Просто не выкручивает подобного рода соотношение итальяне. Сумел все-таки сбросить ноги и поработать стоя. Но только 2-3 крутка и опять плюхается в седло, потому что нога уже очень тугая, закисленная. Уменьшает передачу Иглинский для того, чтобы нога была незабитой. Для того, чтобы можно было рвануть, не сажая на колесо итальянца. Итальянец ждет. И сейчас сядет обязательно на колесо. А потом может с колеса снова контратаковать. Как они поступят? Километр остается до финиша. Иглинский оценивает, что там со спиной. Где ближайшие преследователи? Вон он, Фламруш. Красный флаг, возвещающий о том, что последний километр дистанции. Пытается прочесть по глазам итальянца в каком состоянии. Видит, что не очень хорошим. И срывается, вы посмотрите, пошел. Просвет растет. Отчаянное усилие Нибали, но ноги-то пустые. Нечем. Пошел солировать Иглинский. Дальше только вверх. И чуть-чуть выполаживание перед самым финишем. Нет Винокурова, но есть человек, которого Винокуров сопутствовал, которого научил всем этим премудростям. Это все-таки очень специфической сверхмарафонской гонки. Какая техника педалирования у Иглинского. Причем, обратите внимание, что он не ворочает сейчас болванку. И хотя погоня шла на тяжелой передаче, он все-таки сохранил вот эту нормальную мышцу, не молочную. Прикидывает, как можно ехать. Нужно ли еще добавлять, или все-таки достаточно будет вот этого крейсерского хода. С 2002 года Иглинский в профессионалах. Это то, что происходит за спиной. Вы видите, что здесь собираются потихоньку разные группы фаворитов. Это должно быть достаточно для победы, друзья. И я представляю, как счастливы сейчас болельщики из Братского Казахстана, которые сейчас прильнули к своим экранам у телевизоров. Кристаллизуется на ваших глазах вторая победа команды в Орденских классиках. Только бы ничего не случилось. Сейчас, конечно, пойдут финишировать веером. Сейчас, конечно, скорость у второй группы, у третьей группы. Вторую группу являет собой одинокий Нибали фактически. Естественно, сейчас из той группы пойдет всплеск скорости. Это будет опасно. Но я не думаю, что они сумеют закрыть этот просвет. Нибали могут накрыть. Смотрите, как же эффективно Маскс дорабатывает вот этот крутячок. А дальше все. Дальше уже не настолько. Дальше уже плавнее. Отчаянная гримаса напряжения. Престижнейшая. Самая давняя гонка. Покоряется на этот раз. Много раз пытавшемуся осуществить этот замысел Максиму Иглинскому. Неутомимо атакующему. В течение всей этой недели. И покоряющему этот успех. Очень красивая, силовая, волевая победа. Брависсимо Макс. Это было здорово. Ну а тут уж велосипед в ровном положении очень трудно удержать. Одна из достаточно медленных по средней скорости непогожих ветреных гонок. Тем ценнее эта победа, добытая на зубах. Нибали выживает. Опять призер. Но опять не первый призер, как и на Милан Сан-Рема. На ступенечку только выше. Борьба за третье место тоже интересная. Не пропускайте, господа операторы. Может суметь все-таки зацепить что-то Родригес. Но выходит Гаспарот. Отличный их финишер в гору. Фоклер выскакивает на большой передаче. И хватит ли ему запаса зубцов? Не хватило. У Астаны первое и третье место сегодня. Ну вот этот дефицит раннесезонных побед более чем компенсирован на сегодняшней дороге. Вот это да! Нет слов, одни эмоции. Опять же, попасть вот в эту ритмическую фазу гонки, когда ты должен выстрелить именно тогда, ни раньше, ни позже пойти в решающую атаку. Филипп Жильбер. То ли Аскал, то ли Улыбка. В ответ на вопли поддержки людей с ломанскими львами в руках. Да нет, скорее всего, все-таки Аскал. Фил жил сегодня. И Кунэгу только слишком много сил. Кунэгу оставил на дорогах Трентино. Слишком высокие все-таки эти горы. Этот эксперимент состоялся. Да, хорошо, что он был смел достаточно для того, чтобы это совершить. Но я думаю, что снова на те же грабли он наступать больше не будет. Из этой группы логически он должен бы выиграть. Но другое дело, есть ли у него достаточная мотивация для этого. Да нет, нету на самом деле. Льпико Ло Принчипе решает не бороться. Другой стороны решает проверить Вальверде свою ногу. И ничего. Получше становится нога за последнее время. Выигрыш из основной группы. Но уже проехала еще целая группа. Поэтому мы ждем опубликования результатов. Но молодец. При всех сильнейших без исключения. Согласитесь, что... Никто не скажет. Вот кого-то там не было. Кто претендовал. Все, кто претендовал. Все были. И все были в форме. Слишком громко вопит информатол. Не могу расслышать, что там за диалог. Запомнится это надолго. Это уж точно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.